Валерий Медведев В прямом эфире телефон студии 54-62-72. Звоните, задавайте свои вопросы. Валерий Кириллович, как вы встретили русскую весну, в какой обстановке? Вопрос, Владимир, задали вы прямо не в брови, а в глаз. Я ее встретил как последующим председателем комиссии по подготовке и проведению референдума в городе Севастополе. Я имею в виду 6-16 марта 2014 года. Вот эти 10 дней, которые потрясли мир, я уже был в качестве председателя комиссии по проведению референдума. Насколько все-таки обстановка была напряженной в тот момент? Конечно. Мы помним, что начиная с 23 февраля, когда Народная Веча Севастополя на площади Нахимова выбрала губернатора, мэра на тот момент Севастополя, Алексея Михайловича Чалова. Как все это быстро, быстро все двигалось. И мы находились в состоянии, можно сказать, таком тревожном. Но это недолго продолжалось. Благодаря патриотизму севастопольцев мы пришли к 6 марта. Не какие там 30 мая, когда планировался референдум, еще там другие сроки. А именно вот с 6 марта. Поэтому эта тревога переросла в еще больший патриотизм. С 16 марта уже в 7.30 утра, когда я объезжал участковые комиссии, где проходило голосование по референдуму. Там стояли тысячные очереди. И сразу было понятно, что мы идем домой, идем в Россию. Референдум удался. А сегодня как работает Севастопольская городская избирательная комиссия? В каком режиме? Значит, наша избирательная комиссия Севастополя – это историческая комиссия. Она была избрана и назначена в последующем Центральной избирательной комиссии Киева. Я не оговорился. В 2010 году, когда мы начинали проводить выборы в городской совет. В последующем, вот 6 марта 2014 года, когда руководство Севастополя увидели, что мы работаем по совести, по закону, для севастопольцев. И я в 2013 году как раз получил от Севастопольского горсовета, от севастопольцев высокую награду за работу по закону, а именно за заслуги перед городом, знаком был награжден. И в последующем, когда меня назначили председателем комиссии по проведению референдума, эта же комиссия плавно перешла с 17 мая 2014 года уже в Севастопольскую городскую избирательную комиссию. И недавно, буквально на встрече в Сочи, где подводились итоги участия, в том числе и Севастополя, в Всероссийской избирательной кампании 2014 года, 14 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии Чуров Владимир Евгеньевич так и подчеркнул, что у нас произошел феномен впервые в истории избирательных процессов, в том числе и России. Произошло так, что две избирательные комиссии, которые работали в соседнем государстве, именно на Украине, это Севастополя и Крыма, стало работать и в России. Значит, мы работали по-честному, значит, мы работали добросовестно. И выборы 2014 года также высоко оценила Центральная избирательная комиссия России, наградив меня и целый ряд коллег моих по избирательному процессу, заслуженными, я считаю, наградами. Это награды у нас, севастопольцев. Но хочу сказать, что 14 сентября выборы и работа наша не закончилась. У нас произошло так, что в муниципальных образованиях, кто был избран депутатами, некоторые перешли на другую работу. И вот в четырех избирательных муниципальных образованиях будут до выборы проходить 13 сентября этого года, в единый день голосования. Поэтому процесс избирательный не закончился. Он плавно продолжается, и вместе с тем работа самой комиссии, она была подведена в итоге 5 ноября. Впервые, опять же, у нас все впервые происходит. Но бывает, видать, в жизни. Так сложилось исторически, что мы, придя домой, в Россию вернувшись, мы участвуем во всем впервые, в избирательном процессе, в законодательстве российском. И вот впервые мы 5 ноября проводили общегородское собрание по подведению итогов избирательного процесса, который закончился 14 сентября. Но, тем не менее, продолжается. — Озвучить итоги можно? Вот те, которые были подведены, насколько все было все-таки успешно? — Успешно было показатель того, что у нас законодательное собрание работает, работает полноценно. В том числе сегодня вот сессия законодательного собрания в таком напряженном ритме они работают. Вчера на экстренное заседание собрались, чтобы законы, которые нужны городу Севастополю, утвердить и двигаться дальше. Это жизненно необходимые законы в Севастополе. — Вы упомянули о наградах. Что это за награды? — Это знак почета Центральной избирательной комиссии. Мне соответствующие грамоты и другие награды и руководителям города, потому что активно участвовал и губернатор, на тот момент исполняющий обязанности губернатора. Ну, активно участвовали в том числе и партии. Мы оказались в такой ситуации, что без дружной работы партии и участников избирательного процесса мы бы успешно не справились с задачей по выборам. Почему? Потому что мы практически на момент прошлого года, когда вошли в российское законодательство, ориентировались, особенно в избирательных процессах, недостаточно уверенно. Здесь была огромнейшая нам помощь, поддержка, внимание, практическое внимание Центральной избирательной комиссии и в том числе руководства города. В том числе губернатор получил соответствующую награду. И партии, руководители партии, которые дружно работают, все партии, я скажу, все, кто участвовал в избирательном процессе прошлого года, они тоже слабо ориентировались, наши севастопольские руководители. Потому что не было просто практики. Да, не было практики работы в законодательном поле Российской Федерации. Ну а сегодня у нас уже 17 партий зарегистрировано. Вот последними зарегистрированы три партии, я их назову. Союз горожан, политическая партия, Всероссийская политическая партия, Российская партия садоводов и политическая партия Национальный курс. Это я имею в виду в нашем управлении юстиции в городе у нас зарегистрированы. И поэтому работает уже полноценно 17 партий. И вот 5 и 6 февраля по поддержке активной, ну тут мы выступили инициаторами, проведение семинара руководителей региональных партийных организаций Севастополя и Крыма на базе избирательной комиссии Севастополя. И активное опять подчеркиваю участие приняла центральная избирательная комиссия. И мы первый день заседания проводили в историческом помещении, в зале заседания Севастопольского законодательного собрания. Именно там, где были сессии городского совета, когда 6 марта в том числе было принято историческое решение о проведении референдума в этом же зале. И те, кто были там участники этого семинара, руководители партийных организаций Крыма. Наши-то севастопольцы знают это помещение, а те были как-то так вот. В том числе и подчеркнули избирательные комиссии Крыма были приглашены на это заседание. В общей сложности 150 человек у нас работало на этом семинаре. И руководство, центральная избирательная комиссия, они высоко оценили нашу работу. И она, работа направлена была на то, чтобы вместе с партиями уже начинать работу по подготовке к выборам в Государственную Думу. Кстати, эта работа сейчас уже ведется? Да, вот начали мы на семинаре и активное участие партии приняли, обучающие процессы прошли, в том числе и такие, как партиям представлять соответствующие документы, кандидатов, для того, чтобы не было ошибок. Ну и вот до выбора будут в сентябре месяце, это будет в том числе как бы пробная площадочка, напоминание. Ну а мы работали в 2014 году очень дружно, при взаимопонимании с партиями. Я еще раз подчеркиваю, у нас не было опыта работы, и мы вместе нарабатывали. Поэтому не было такого уж большого разногласия, не было недопонимания. Но моменты были такие, которые мы и тогда озвучивали в сентябре месяце, когда уже подходили к дню голосования, что некоторые юристы партийных организаций, которые представляли списки людей, недостаточно проработали с кандидатами, упустили такой момент, который в федеральном законе номер 67 указан, что человек, если был судимый, он должен записать свои данные, чтобы потом его не пришлось вот исключать из списка. Что происходило? Кстати, были случаи. К сожалению, да, были случаи, человек, ну ему не объяснили. Он говорит, да я бы, конечно, записал, но ему не объяснили. Значит, у нас сегодня проводится большая внутренняя работа, Севастопольская городская избирательная комиссия. Это обеспечение дальнейшее технологическим оборудованием. Я уже рассказывал, Севастопольская. То есть переоснащение идет, можно сказать. Конечно. У нас были ящики для голосования стационарные и переносные. Еще те, которые у нас ободранные, поцарапанные. Старые. Одни гербы, другие клеили, снимали и прочее, прочее. Конечно, это... И вот Центральная избирательная комиссия в полном объеме нас обеспечила. Уже в декабре месяце мы получили ящики для голосования и стационарные, переносные. Мы сейчас, надеемся, задали вопрос на семинаре. Присутствовал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ивлев Леонид Григорьевич. Мы к нему обратились, что нам нужны кабины. Потому что мы знаем, голосовать ходили на избирательные участки. Там самодельные зачастую были. Так внешне нормально, самодельные, сбитые из брусков деревянных. Тем не менее добротные были. Да, но они, конечно, уже устарели. Сейчас по новым технологиям нам обещали помочь. Я надеюсь, помощь будет. То есть, в принципе, на данный момент идет полное переоснащение и оборудованием, и всем необходимым, и оргтехникой, насколько я понимаю. В том числе, а также и работа с составом участковых комиссий, территориальных, да и в том числе нашей Севастопольской городской избирательной комиссии. Жизнь-то продолжается, и разные ситуации жизненные складываются. Ну вот, предположим, сегодня на сессии законодательного собрания вывели из состава у нас одного члена нашей Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от партии «Справедливая Россия». Он в прошлом году вошел в состав, но он сам проживает в Москве. И так сложилось у него ситуация. Он надеялся, он думал, он был даже уверен, что он будет присутствовать на заседании. Ну, к сожалению, сколько мы не приглашали, он по разным причинам не смог присутствовать. Ну и вот, что способствовало в том числе и вот это совещание, которое проходило у нас. Мы уже обратились, ну давайте как-то решим, что или он уже пусть где-то другой работой занимается в партии, а сюда делегируйте в состав Севастопольской городской избирательной комиссии другого человека. Такое решение он принял о партии, человек написал заявление, и сегодня его заявление удовлетворили, объявлен сейчас будет конкурс о том, что в состав городской избирательной комиссии приглашается на вакантное место. Так было и с моим заместителем. Человек устал на работе, в декабре попросился на отдых, и мы в том числе вывели его из состава городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. И уже заменили, он был у меня председателем, зам председателя, заместителем председателя Севастопольской городской избирательной комиссии. Уже вот 5 февраля, когда проходил семинар, в том числе присутствовало из пяти регионов, субъектов федерации, руководителей избирательных комиссий. Это Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Калмыкия, Волгограда. И вот в их присутствии проходило и прессы много было. Заседание избирательной комиссии, где мы тайным голосованием избрали заместителя. Будем надеяться, что новый член избирательной комиссии не подведет. Он наш, Севастополец. Об этом чуть попозже будем говорить. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию эфир же информационного канала. Продолжается. Не переключайтесь, впереди немало интересной информации. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин